Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». 25 мая в нашем городе состоится уже ставшей, наверное, традиционной акция «Сбежавшая невеста». В этом году уже в четвертый раз по улицам нашего города побегут девушки в свадебных платьях. Кто-то из них уже замужем и хочет вновь окунуться в волшебную атмосферу этого торжества, а кому-то только предстоит это волнующее событие. И таким образом они готовятся и примеряют на себя роль невест, правда, сбежавших. Акция «Сбежавшая невеста» изначально была организована в Москве 9 лет назад, как довольно красочный и необычный флешмоб. Ну а сегодня эта акция проходит во многих городах России, в том числе и в Рязани. Она уже успела полюбиться женской половине населения, так что каждый год потенциальные невесты с нетерпением ждут весны. Главным организатором этой акции является журнал «Космополитен», ну а в нашем городе руководят этим процессом сотрудники арт-агентства «Краски». И сегодня у нас в гостях организатор этой акции Евгения Уник. Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте! Давайте, наверное, чтобы нашим телезрителям было понятно, как все-таки эта акция проходит. Ну не просто же вот невесты где-то собираются и куда-то бегут. Да, уже сложилась традиция. В принципе, вот эта акция, которая была в стиле, да, в формате таком флешмоб, когда-то еще в Москве, когда было мало девушек, там 15 человек, она переросла в более такое грандиозное масштабное мероприятие. А у нас в Рязани она стала таким неким даже городским праздником, и что приятно, нас поддерживает, в общем-то, и администрация, и отдел культуры. И начинается и ЗАГС, почему я об этом говорю, потому что начинается уже традиционно в ЗАГСе, где там встреча с хлеб-солей, это как бы некий атрибут, ну вот свадьбы, да, традиционной. Это раздача сумочек, прекрасных букетов, это кавалеры, которые выводят девушек в ЗАГСе, идет какая-то некая программа. И вот отсюда стартует наша акция, где девушки уже, опять же, ставшись традицией, у нас забег на шпильках по Соборной площади. То есть, ну, это, конечно, не соревновательный момент, а такой, может быть, символический. Девчонки бегут, сверкают ножки, туфельки, платья. Вот, ну, а далее программу каждый год мы меняем. Нам хочется добавить что-то такого интересного. Помимо того, что они садятся в лимузины, они едут по различным знаковым местам нашего города и выезжают за город, и посещают какие-то торговые центры интересные, это фотосессия. То вот в том году у нас уже было это шествие, сопровождали байкеры, оркестры. А в этом году мы тоже придумали для них интересную программу, и участницы ждут некие сюрпризы. Будет какое-то историческое действие. Вот мы оставляем немножко сюрприз, потому что это будут какие-то задания, вот, ну, может быть, в стиле даже квеста. И каждый лимузин, каждая команда, которая находится в лимузине, она будет выполнять вот некое творческое задание, участвовать в какой-то интересной фотосессии. Поэтому у нас будет связано это с театрализованным действием, с историческим действием. Ну, пока вот не могу сказать все-все этапы, потому что это должно быть и неким сюрпризом для самих участниц. Прогулка на лимузинах. И то, что мы планируем в этом году, нам хочется сделать, опять же, концерт. Если в том году он был тоже в одном из парков города Рязани, то в этом году мы планируем, надеемся, все это получится. У нас вот уже идут переговоры о хороших, таких молодых, интересных, модных группах нашего города. Мы планируем это сделать на Площади Победы. Вот такой красивый-красивый концерт около МКЦ. И закончится уже тоже традиционное в Дипе, в клубе. Там у нас это, получается, финальный девичник, где девчонки кидают букеты желающим выйти замуж и так далее. И идет какая-то программа, часто там приглашенные интересные гости для наших участниц. В общем, вот примерно так. А участницы уже определены или, в принципе, может быть, вот сейчас кто-то нас смотрит и захочет принять участие? На самом деле, очень много желающих. Судя по нашему началу старту, было 40 человек девушек. Это было вот 4 года назад. Потом становилось все больше и больше. В том году было порядка 80. Но это было достаточно тяжело даже организационно. В этом году мы решили просто сами немножко ограничить, сделать это 50-60 человек. И вот так и планируется, что столько участницей останется. В принципе, уже практически все участницы заявлены. Но пока, я думаю, тут праздники, нас немножко, может быть, выбили с какого-то организационного момента. Есть время. Если девчонки вот еще успеют, то, возможно, мы кого-то еще сможем взять. Существуют ли какие-то требования к участницам? Не знаю, может быть, возраст, как они должны выглядеть? Обязательно ли это должно быть? Прямо свадебное платье или есть все-таки какие-то вариации? На самом деле, так как мы все-таки эту акцию поддержим, которая относится к журналу «Космополитен», то есть определенные требования. Возраст нет, пожалуйста, в любом возрасте. Ограничений нет. Но это должны быть совершенно летние девушки, потому что все-таки невесты подразумевается, что 18+. Различные совершенно участницы по возрасту у нас приходят. А по внешнему виду есть. То есть, да, фата не обязательно, вот это вот, а длинное белое платье или неких оттенков, то есть это не может быть там красное, синее, ну, там, цвет шампанского, там, вот это все приветствуется. Ну, могут быть какие-то элементы, банты, может быть, цветы, там, шляпки и так далее. То есть это тоже может быть. Единственное, что платье должно быть в пол. Вот такое вот требование «Космополитен» мы придерживаемся. Они нас как бы поддерживают. Мы попадаем к ним на страницы журнала, мы должны соответствовать, так как все-таки акции их изначально. Ну, вот вы уже на протяжении нескольких лет, да, занимаетесь организацией этой акции. Я понимаю, наверное, вы не ведете статистику, может быть, особенно не отслеживаете, но все-таки кто чаще всего принимает участие? Замужние девушки или все-таки те, кто только готовится к этому событию? Вот на самом деле 50 на 50, наверное. Все равно мы спрашиваем и возраст, и мы знаем семейное положение, потому что мы переписываемся. У нас есть группа ВКонтакте, так и называется, «Сбежавшие невесты». Мы на форуме «Космополитен» общаемся. И видим, что это, во-первых, очень много девушек, которые уже 4 года подряд сбегают и проводят эту акцию, это действие вместе с нами. Но много и замужних. И так как за ними могут следовать их мужья, женихи, у некоторых даже дети. То есть примерно маршрут известен. И не в лимузинах, но на другом транспорте. Они перемещаются, они с ними же фотографируются, бегают маленькие детишки рядом с ними. То есть статистику не введем, но все равно это прослеживается в информации, которую нам дают девочки. Я думаю, замужних где-то примерно 50, и девчонок, которые еще не вышли замуж. Причем мы такую выявили традицию, кто бежит в платье невесты еще не замужем, вполне возможно, входит замуж. Потому что на следующий год мы видим, что эта девушка уже в своем свадебном платье, после своей свадьбы, так скажем. Это замечательно. Ну вот, с вашей точки зрения, это будет интересно не только участникам, но и посмотреть, наверное, там тоже есть на что. Это всегда вызывает, да, восторг у людей, которые, во-первых, мы не то чтобы разрешаем, мы приветствуем, чтобы люди подходили, фотографировались и с нашими девчонками. Это им интересно. И потом мы планируем все-таки в программе некие действия, некое такое небольшое шоу. То есть это может быть, ну, чтобы все секреты там не выдавать, но это вот могут быть представители театрализованных боев, да, и девчонки, допустим, будут стрелять из лука, там, в общем-то, и людям интересно посмотреть. В том году это, допустим, были байкеры, да, и люди тоже, это было интересное зрелище, они сопровождали девушек, и мы фотографировались, пожалуйста, подходите. То есть в этом году у нас тоже запланированы некие моменты, это не просто девчонки выходят из лимузинов и в красивых платьях фотографируются, но некие элементы шоу будут присутствовать, и такие кусочки маленького праздника, которые вот потом собираются в большой-большой праздник. Я думаю, людям, гуляющим просто по улицам, это тоже интересно. То есть 25 мая от ЗАГСа уже время известно? Чаще всего у нас начало планируется где-то на 16.00 в ЗАГСе, ну, и церемония, вот начальная церемония, она длится где-то 40 минут, около 5 или в 5 мы выходим, и мы идем пешком до Соборной площади, вот тут можно тоже посмотреть. А далее это уже, ну, центральная, это, скорее всего, театральная площадь, это площадь Победы, это ДИП, то есть, ну, и по всему городу. Возможно, появится в каком-то торговом центре, пока не скажем в каком. То есть, да, после 4, даже после 5 из ЗАГСа мы уже движемся по всему городу. Ну, в общем-то, мы уже поняли, 25 мая в нашем городе будет на что посмотреть. Ну что ж, Евгений, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, за то, что рассказали об этом замечательном событии. Вам удачи в организации. Надеюсь, что на следующий год вы будете поддерживать вашу традицию, и невест будет все больше и больше сбегать. Ну, а на этом мы и заканчиваем нашу программу. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин